Без телевизора, компьютера и стиральной машины жители поселка Закаменский не пользуются благами современности. Работать в бытовой технике не позволяет низкое напряжение. В розетках редко бывает больше 140 вольт. Как исправить ситуацию, узнала Екатерина Матвеева. Я ставлю сейчас на три минуты. Посмотрим, что у нас будет через три минуты, хотя вода закипает в кружке, сами знаете, через сколько. Светлана Десяткина в присутствии нашей съемочной группы начинает эксперимент. Женщина уже знает, чем он закончится. Через три минуты в микроволновке ни вода, ни даже кружка горячими не стали. То есть в любой микроволновке три минуты вскипятите воду и попробуйте ее просто так попить. Она будет кипяток. Электрические приборы в этом доме как музейные экспонаты. Бытовая техника стоит без дела. При напряжении в 140 вольт не включается стиральная машина. Через раз работает холодильник и компьютер. Пять лет назад начали бороться с тем, что у нас напряжение упало до 180. То есть если это было проблемой, сейчас для нас это было бы радостью. То есть если бы у нас сходящее было хотя бы 180, то мы бы жили нормально. Слова Светланы подтверждают и другие жители улицы Рабочие. Соседи рассказывают, напряжение снизилось еще больше после ремонтных работ на сетях. Этим летом энергетики протянули СИП и часть домов подключили к новому проводу. Но в то же время осталась линия старая, от которой нечетная сторона улицы подключена. Соответственно потери как были, так и не остались. Решение проблемы видим в том, чтобы закончить работы по подключению оставшихся домов к новой линии и исключить из схемы старую линию. В Златоусте разработана целая программа развития системы электроснабжения. На ее реализацию в городской казне предусмотрены средства. Вместе с тем в поселке Закаменский решаются и те проблемы, на которые бюджетных денег не выделено. Метра 15 она была. Метра 20, наверное. Он очень высокий. И вот прямо вот сюда вот и на мой огород свисал. Сегодня от раскидистого дерева одни воспоминания. Нина Иванова рассказывает, многолетний вяз причинял неудобства и был опасен. Здесь же видите провода? И вот как ветер начинается, у нас эти искры, это ужас еще было. Видите там порваны два раза? Прямо провода аж обрывались. Исправить ситуацию помогли специалисты администрации. В двух управлениях строительства и инфраструктуры изыскали возможность спилить проблемное дерево. Вот мне пришлось вот таким частным путем идти вот, допустим, в Пликиново Андрею Витальевичу. Но потом уже вопрос пошел шире, обратился Дина Анатольевичу, Асангарееву. Ему большое, огромное спасибо. Вот он приехал, всех концентрировал, собрал, посмотрели, проблему надо решать. И Бликунов, и это… Они молодцы. Вот в этом отношении они молодцы. Дерево спилили, лэп в безопасности. Значит, искусственных отключений здесь больше не будет. Теперь жители Ктоса-Закаменские ждут стабильного напряжения. 220 вольт в розетке – их общая мечта. Кстати, энергетики обещали завтра возобновить реконструкцию сетей на улице Рабочая.